Сложно выигрывать у ребят, которые держат все на уровне. То есть ты должен в чем-то их превосходить. У нас так не получается, потому что технический уровень примерно одинаковый. А вот какие-то моменты у нас, как правило, выскакивают не сильно. Прошло два дня. Скажу сразу, что старт, если выбираем правильную сторону, то отличный старт идет. Без всяких проблем, только единственное там хода не хватает. В целом, опять же, по этим двумям могу сказать, что есть проблемы в лавировке. В первую очередь, выбор правильной позиции. Вторая – это физическая подготовка. А третья – это уже как из той позиции, которая есть, куда-то переместиться в другую. Как только ты понял, что стратегия уже трое, то надо какие-то правильные действия. И там такая ситуация, в которой надо переместиться. С этим есть проблемы. Так что, думаю, в первую очередь, надо работать над людьми. Ну, а насчет физической формы, это вообще, наверное, 50% всех подготовки должна быть. Опять же, это приблизительно к тому ветру, который сейчас дым. Примерно 8-9 метров, действительно. Если идем вниз, как сегодня, то уже совсем другие расклады. Если выше, то уже тоже. Все подробно. Давайте так, проигрываю я больше на лавировке, то есть из-за неудачной позиции, может быть, там, немножко нехватки хода. А, естественно, потом, хотя на знак 50-м или 45-м, я спокойно добираюсь до своего, там, 25-го, 27-го места, которое, в принципе, соответствует моему уровню. Ну, наверное, тяжело сказать, потому что в сумме все это дает тебе твою позицию. Первая лавировка, это однозначно ключ по всей гонке. Потому что потом, если у тебя уровень уже примерно на уровне десятки, ты в десятки держишь. Если на пятнадцатый, ну, придешь там, вышел десятым, придешь тринадцатым. А вот именно первая лавировка, это все. Потому что, когда ты обогнул знак, и лодки уже идут вперед, уже волна не та, ветер они тоже уже использовали. И ты просто не можешь так легко выбиться туда, куда бы ты мог выйти. Поэтому первая лавировка очень важна. Старты проблемы взять нету. Я смотрю, ребята хорошо берут. Проблема после старта иметь такую скорость, чтобы удержаться на счету, ты не убедил. А это бывает второй сложный. Насчет тактики после старта, это тактика из до старта. То есть, когда ты выбрал свою сторону, когда ты выбрал место на старте, и потом, когда ты это технически правильно выполнил, только тогда начинается скорость и техника ведения лодки. В этих моментах не бывает какого-то одного случая, когда ты вот просто взял, у тебя отличная техника, и ты поехал. Отличная техника не появится без отличной физической формы и отличного рангового, который везет тебя вперед и позволяет тебе этой техникой управлять лодкой. То есть, поэтому это сумма. И все должно быть вместе. И если отличный парус и мачту можно обеспечить на берегу, то технику, естественно, это гораздо дольше, потому что парус ты пошил и поставил. А технику ты не пошил и не поставил. Технику надо приобрести. И физическую форму для этой техники тоже надо прикинуть. И это процесс гораздо более долгий. Поэтому парус, мачта и лодка – это самые простые вещи, которые мы можем получить за деньги. Технику за деньги мы покупаем в старшем мире. Нужен человек, который соображает больше, чем ты, и который имеет больше, чем ты. Если это два разных человека, то это немножко сложнее, но, тем не менее, это все равно может реализоваться. То есть, на мои собственные поиски, обладая теми ресурсами, которые у меня есть, я могу потратить пять лет и расходовать их все, в принципе, до ноля. И это может не дать мне никакого результата. То есть, вероятность успеха процентов 50 на 50. Это так, повезет или нет. А если ты получаешь человека, который уже потратил четверть своей жизни за чьи-то другие ресурсы, это уже все у него в голове, и он уже, в принципе, может всем этим оперировать, то, конечно, все становится по-другому. Но, в первую очередь, мы должны решить проблему, которая называется «мачасть», которая очень легко решается, если приложить к ней голову и, опять же, ресурсы, деньги и чье-то время. А дальше уже начинается техника и тактика. Это наши ясные проблемы. Причем вопросы по технике, я даже не знаю, кто из наших специалистов может нам объяснить в России, какая должна быть техника в классике управления лодки. Поскольку во всем мире ее знают буквально пять команд. И делиться они ей, я думаю, не собираются. То есть, если взять кого-то, кто запишет все это на воде, пока они ее используют, потому что это их не единственное слабое место, когда они открывают ее. То есть, они ее используют, обдумают, проанализируют и выдаст нам ее в готовом виде. Это будет отличный человек. Но у меня в гонке такого не получается, поскольку я занят совсем другими задачами. И, опять же, тратить свое время на это у меня его просто нет. Мне надо еще заниматься физической подготовкой, лодками, парусами, какие есть, хотя бы выбрать то, из чего есть хорошее. Поэтому очевидно, что нужен второй человек, который будет заниматься. Спасибо. 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 Спасибо.